Удивительное положение людей, которые бьют себя в грудь и заявляют о своей искренней вере в Аллаха и в священный Коран, однако остаются при этом беспечными к религии Аллаха. Они остаются беспечными в то время, как Всевышний Аллах сказал в Коране Однажды пророк да благословит его Аллах и приветствует, забрался на холм Сафа и громко закричал «Я Сабаха». И это слово арабы использовали лишь в исключительных случаях, когда им грозила большая опасность. Тогда курайшиты собрались вокруг него и сказали «О, Мухаммад, почему ты нас собрал? Что случилось?» Тогда пророк да благословит его Аллаха и приветствует обратился к ним «О, курайшиты, если бы я сейчас сказал вам, что за этой горой стоит огромное вражеское войско и намеревается напасть на вас, поверили бы вы мне?» Курайшиты ответили «Да, о, Мухаммад, мы не замечали за тобой ничего, кроме правды». Тогда пророк да благословит его Аллаха и приветствует сказал им «Я же поистине предостерегаю вас от сурового наказания Всевышнего Аллаха». Субханаллах, если бы сегодня по новостям сообщили, что намечается огромный потоп, что вся земля останется под водой и что нет иного выхода выжить, кроме как оказаться на огромном корабле, который был построен специально для этого случая. Скажите ради Аллаха, каково было бы положение людей? Нет никакого сомнения, что они отдали бы все на свете, чтобы оказаться на этом корабле. Так неужели, Субханаллах, Коран, который является словом Всевышнего Аллаха, в котором сказано, что человек без религии окажется в вечных мучениях и будет мечтать о том, чтобы умереть, дабы избежать этих мучений? Неужели этот Коран не заслуживает большего доверия, чем какие-то новости по телевизору? И неужели вечные наказания не пугают вас больше, чем какое-то наводнение? Уважаемые отцы и матеря, наши молодые братья и сестры, для нас с Аллахом мы любим вас и не хотим ничего иного, кроме как приближения к Аллаху, Субханаллаху Тааля, посредством этого призыва. Мы хотим напомнить вам, братья и сестры, всего лишь, что Аллах, Субханаллах, не создал нас ради забавы и пустых потех. Аллах же обращается, напоминая нам, говорит, Неужели вы полагали, что мы сотворили вас, забавляясь, ради пустых потех, и вы не будете к нам возвращены? Книс Аллахом, Адский огонь, он разожжен, он разожжен, брат, и кипит. И кто же из нас сможет терпеть этот адский огонь? Пленос Аллахом, если поистине окунуть этот адский огонь, огромные скалы, то они расплавятся. А что же говорить о хрупком человеке? Спасайте себя, приближаясь к Аллаху, Субханаллаху, посредством намаза, садака и других благих деяний. А иначе вы попадете в то положение, которое называется «Аль-Ираду-Андини-Ллях». Это пренебрежение религии Аллаха. А что это значит? Это отворачивание от аятов Аллаха, от обязательств, которые Аллах возложил от человека. А что же сказал Аллах? Кто же может быть несправедливее того, кому напоминали об аятах его Господа, а затем он пренебрег ими, не посчитался ими, оттянулся от них. Аллах говорит «Иннаминал муджиримина мунтақимун, воистину маатомстим грешникам». То есть Аллах берет на себя ответственность мстить таким людям. Бойтесь Аллаха, возвращайтесь к Аллаху, размышляйте, цените блага Аллаха, и тогда вы попадете под то описание, которое вам сказал «Ла ин шакартум ла азиданнакум». И если вы будете благодарны мне, я добавлю вам еще больше. «Ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид». А если же вы будете неблагодарны, то ведь наказания и мучения от меня, они очень страдательны. Братья и сестры, возвращайтесь к Аллаху, субхану та Аллаху. Я прошу Аллаху, субхану та Аллаху, чтобы он вернул нас к его религии, чтобы он укрепил нас на его религии, и чтобы он умытыл нас на словах «Ла иллеха илллаху, Мухаммаду и Расулу их». Аقول у ма тасмаану, астагфираллах ла ва леком али сайдалимуслимин. Ва лхамду лилл эллихи, рабу ла аламин. «Ассаляму аликум». Рахматуллаху и баракату.